В прививочном кабинете Брестской городской поликлиники номер один педагог английского и немецкого языка Марина Забродина. Женщина с нетерпением ждала того момента, когда и для педагогов появится возможность получить свою дозу иммунитета. Ведь ее работа предполагает постоянное контактирование с большим количеством людей, а значит, необходимо со всей ответственностью подходить к процессу вакцинации. Мне кажется, что нам нужно создавать популяцию вакцинированную, где-то до 70%, чтобы мы изжили вот эту вот болезнь, чтобы она стала равной гриппу. То есть, прививаться раз в год, в два года и получать антитела. И чтобы население перестало закрываться на локдауны, и чтобы наша жизнь шла до этого. Вакцина для социальных работников и педагогов ничем не отличается от предыдущей вакцины «Спутник Ви». Процесс иммунизации также проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель – вторым. Не изменился и перечень противопоказаний. Правда, появилась единственная разница. Теперь в одной капсуле вместо пяти доз находится всего одна. По сути, однодозная вакцина более удобна, поскольку не нужно собирать людей, конечно. Не нужно, чтобы они ждали в очереди кого-то очередного, кто подойдет на вакцинацию. Это, конечно, удобно. Для нас это замечательно. И в любой момент человек может подойти. Мы прививаем с 8 до 20.00. В это время все подходят, все желающие, кто желает привиться, подходят, прививаются. По информации Министерства здравоохранения, в апреле начнут прививать население. Уже сейчас составляют списки желающих сделать прививку от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно и дистанционно. Просто позвонить в колл-центр поликлиники, номер которой указан на сайте. После этого медицинский сотрудник запишет всю необходимую информацию и сообщит, когда приходить. Он должен относиться к первой поликлинике, фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, адрес, домашний телефон и мобильный телефон. Участковая медсестра перезвонит и пригласит на прививку. Желающих получить свою дозу иммунитета достаточно много. Причем активнее всего интересуются люди старше 60 лет. Ирина Левчук, Эдуард Покунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.